Вот так в данный момент выглядят супермаркеты и торговые центры. В основном люди выстроились очередью за продуктами, скупают потихонечку, но без паники. Китайцы в основном скупают зелень, ничего такого. То есть я не вижу их прям в том, что они скупают большое количество риса или мяса. А в основном здесь зелень, которая, я бы не сказал, что прямо долго держится. Я бы на самом деле еще бы в гощеночке к этому докупил бы. Второй день зомби-апокалипсиса. Ваше мнение? Сейчас температура дает. Мое мнение. Она уже с нами в маске тут сидит. Я решила. Самый позитивный человек в нашей группе? Мы все умрем. За какой период? Ну кто как. Кому-то лет 60-70, еще 80 даже, а кому-то дня 2-3. Сурприз, да? А вот у нас еще мы доделали. А вот лекарство, вакцина наша. Вот. Олег изобрел вакцину, короче. Мы ее сейчас внутри утробно вводим себе. Внутри утробно? Да, ну нужно употреблять ежедневно по грамм 50. Водка для дезинфекции. Дезинфекция. 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 Кажется, что много будет. А, это разработка Лины. 57 градусов. Я как-то более лайтово подошла к вопросу. Да, я хотела купить 2 литра, а они начали просто на мной все смеяться, что я бешеная. Бешеная. Я говорю, да не вовнутрь, не вовнутрь, нам надо всем телефоны протирать. Очень смешно. Короче, сходим с ума потихоньку. Все как, кто как может. Картошки. Оксана, я вообще все не видела, она, по-моему, не выходит. Жива? Жива, вроде как. Ну ладно. Готовимся к смерти. Вот, сегодня накупили продуктов на ближайший месяц-два. Надо писать завещание. Ну, у меня уже готово, так что я не приживаю к этому вопросу. Да, мы завтра все съедим, скажи, что последняя маска осталась. Да, маска у нас осталась, к сожалению, только одна, поэтому придется завтра опять делать вылазку, да, за масками, да, купить картошечки. 10 килограмм. Вот этот сказал 10 килограмм. А как понесет, как ты понесешь 10 килограмм? Легко. Нет, там же еще будут другие продукты. О, в Гланжоу закрывают станции метро. Человек запросто. Это только выход D, это только выход D, это Гандин, я знаю, я уже посмотрела. Это вот так работает пропаганда. Ребята, я знаю китайский язык, написано выход C. Я знаю китайский язык. Скинули фотку, что запечатали, типа, станцию метро Гандин. Я думаю, бля, пиздец, все. Давайте селфи сделаем. Слушай, весла. Потом смотрю, выход D, все остальное работает, как раньше. Вы понимаете? То есть это серьезно, но не настолько, как об этом говорят люди. Не знаю. На самом деле, это, как бы, есть определенные риски, но я бы не сказал, что это прямо критично. Бывало и хуже. А пенсины надо было взять. Нормально. Короче, план на завтра. Готовить утку под апельсиновым соусом. Сделать овощи под апельсиновым соусом. Хотите, я вам сниму, как Олег готовит утку под апельсиновым соусом? То только утку убери, а то он протухнет. Скажи, что вы все померили температуру сейчас. Я сейчас. Давайте посмотрим. Смотрим. Ну вот, тестируем. Не надо. 40. Максим 37. 36,7. Красава. Хули. Чесночок. У тебя 36,7. 9 у него. У меня 36,9. 36,9. 36,7. Так. Дай мне Москва. Я кормила. Так, мы будем защищаться от тебя, монстра. Что? Я, наверное, самая здоровая. Не знаю, не знаю. Я ни с кем не общалась. Видишь, градус не хотели бы показывать. Я ни с кем не общалась, кроме вас, между прочим. А вы там со всеми пересосались, наверное. У нас все окей. У нас еще инкубационный период. А обо мне-то сколько знают. А ты с кем сосался? Ну, это ладно. А можно мне еще коньячку? Что там с Оксаной делаешь поначалу? Олег, очень вкусный коньячок. Ты говоришь 20 уаней, да? Да, 20 уаней. Что здесь ночью топот? Ладно, давайте на завтрак оставим. На завтрак. Скинул? Да. Скинул, я не вижу. Давай я сейчас посмотрю, чтобы точно. Ну, пока тут тихо, спокойно. Вон мужичок идет с покупками. Смотрите, все самое важное. Кола и дошираки. Специалист по выживанию номер один. На самом деле у меня не лучше. Картошка, баклажаны и лекарства от гриппа. На самом деле все очень чинно, мерно организовано, очень ненужные слухи тут же блокируют. Ну, как все полагается. Вообще такое ощущение, что по факту сейчас никакой эпидемии нет, а просто идет демонстрация того, что Китай может. Типа, мы можем за неделю построить больницу, две больницы. Мы можем заблокировать любой вирус. Мы можем бороться с паникой. Мы можем спокойно мобилизировать весь город. Там, чуть ли не полстраны. Короче говоря, просто демонстрация силы и показания того, что Китай в регионе это, наверное, самая мощная сила на данный момент. День второй. Ощущения. Мне надо встать. Ощущения. Но сегодня как-то, не знаю, поспокойнее или нет. Одинаково. Олег ходит за продуктами. Я готовлю. Данила поддерживает атмосферу. Лину заперли в комнате, потому что у нее температура. А Оксана вообще спряталась и не выходит. Я не знаю, жива она вообще или нет. Она на улице гуляет. Это день третий. Не поли контору. Ну давай его спроси. Давай. Твое мнение? Ну, короче, сжечь отменяется. Вот, пока терпим, наблюдаем ситуацию. Вот. День второй. А все-таки вы знаете, что происходит. Я хочу жрать. Я говорю, нервничаю, я всегда хочу есть. На самом деле, как бы все становится, как бы, лучше и лучше. Спокойно. Людей на улице нет. 80 умерших, 15 зараженных в нашем городе. В Ашане 15 зараженных. В Гуанчжоу 41. Вроде 41. 80 человек умерли. 50 выздоровели. Так и живем. На улице тихо, спокойно. Образовалась небольшая пробочка тут. Вот рядом рынок здесь. Вот так. Кое-кто припарковался. Прямо полморды вылез на дорогу. Вообще, сейчас холод собачий. Хотя до этого чуть ли не два месяца было тепло. Аномальная жара была. То есть, я думаю, одной из причин вируса, как раз-таки, это температура. Мне китаянка тут пишет. Сейчас, я ее спросила, как у нее дела и как вообще обстановка, что она думает. Это надо слышать. Кажется, так звучит зомби. Я думаю, что на этом этапе уже можно бежать в аэропорт. Аэропорт там. До аэропорта полтора часа добираться, как минимум, на метро. Мы пешком пойдем. Все вещи оставим, сару свалим. Только хардкор, только бегом. Не зря же у нас беговая дорожка. Натемировали ноги-то уже. Смотрите, я вещаю. Но не верьте мне. Мне заплатили за это. Китайское правительство. И российское. Глобальная эпидемия. День. Треть или четвертый. Различные сервисные ставки все еще работают. Люди продолжают получать посылки в нормальном режиме. Так что пока все нормально. Вон, чуть больше людей стало на улицах. Притом то, что количество зараженных увеличилось и количество у мертвых тоже. Но вот магазинчик работает. То есть те, кто ведет бизнес, они продолжают вести бизнес спокойно, тихо.